Налоговыми агентами в нашей стране признаются юридические или физические лица, а также иные субъекты хозяйствования, которые являются источником выплаты доходов плательщику. Говоря простым языком, это работодатели. Их обязанность – исчислить, удержать у работника и перечислить в бюджет налоги, сборы или пошлины. И именно агенты должны предоставить в контролирующий орган информацию о выплаченных доходах в случае, если они относятся к следующим категориям. К таким доходам относятся в том числе доходы, выплаченные гражданами иностранных государств, лицам безгражданства, физическим лицам в виде возврата взносов при прекращении ими строительства квартир, также при выбытии членов организации застройщиком, физическим лицам в виде возврата страховых взносов при расторжении ими договоров добровольного страхования жизни и пенсии с заключенным сроком на более трех лет, и иные доходы, перечисленные в пункте 11 ст. 175 Налогового кодекса. Важный момент – стандартные налоговые вычеты. Если налоговый агент предоставил их плательщику даже не на основном месте работы, службы или учебы, то он все равно обязан подать об этом информацию в налоговый орган. Такие сведения предоставляются в электронном виде в форме справки о доходах, исчисленных и удержанных суммах подоходного налога по форме согласно приложению третьему постановления Министерства по налогам и сборам номер 100 от 31 декабря 2010 года. Следует отметить непредоставление такой информации в срок административное правонарушение, за которое предусмотрена ответственность, а потому до 1 апреля, к слову, время еще есть, отчитаться необходимо.